Царь Небесный Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии. По слову Твоему, Тебе же славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к римлянам, святого апостола Павла, 2 глава, 16 стих. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Толкование. С этих слов начинай новую речь, ибо теперь говорит апостол о том, каким образом судимы будут все вообще люди. В день суда предстанут собственные наши мысли, то осуждающие, то оправдывающие. И человеку не нужно будет на судилище том ни другого обвинителя, ни другого защитника. А дабы увеличить страх, не сказал грехи, но тайные дела. Люди могут судить одни явные дела, а Бог, говорит, будет судить тайные дела через Иисуса Христа. То есть отец через сына, потому что отец не судит никого, но всякий суд отдал сыну. Евангелие Теана, 5.22 Можешь и так разуметь слова через Иисуса Христа. «По благовествованию моему, предоставленному мне Иисусом Христом». Здесь внушает, что благовествование не проповедует ничего противоестественного, но возвещает то же самое, что вначале внушено людям самой природой. То есть, что и благовествование свидетельствует о суде и наказании. По прочитанному, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Послание к римлянам, 2 глава, 17-18 стихи. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона». Толкование. Сказав, что для спасения язычника, исполняющего закон, ничего более не нужно, вычисляет, наконец, преимущества иудеев, полагаясь, на которые они гордились перед язычниками. Прежде всего, говорит об имени иудея, ибо оно составляло большое преимущество, как теперь имя христианина. «Не сказал ты иудей, но называешься, ибо истинный иудей тот, которого исповедует иудеям, потому что Иуда значит исповедание. И успокаиваешь себя законом, вместо «не трудишься, не ходишь, не разузнаешь, что должно делать, но имеешь закон, без труда наставляющий тебя на все». «И хвалишься Богом», то есть, что ты любим Богом и предпочтен прочим людям. «Обращаясь же любовь в Божию, средство презирать существа народные, есть признак крайнего неразумия. И знаешь волю его, то есть, Божью, и разумеешь лучшее, то есть, решает, что должно делать и чего не должно делать. Под словом «лучшее» надобно разуметь приличное или полезное каждому». Вопросы. 19-20 стих. «И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения и истины». Толкование. «Выше говорил, что слушание закона не приносит никакой пользы, если не будет присоединено исполнение. Потому что не слушатели закона говорят праведны пред Богом, но исполнители закона». Стих 13. Теперь говорит нечто большее именно. «Хотя бы ты был учитель, но если не исполняешь закона, то не только не получаешь себе никакой пользы, но и навлекаешь на себя большее наказание». «И как иудеи весьма превозносились учительским достоинством своим, то из этого особенно доказывает, что они достойны осмеяния. Ибо когда говорит путеводитель слепых, учитель младенцев и прочее, то изображает надменность иудеев, которые называли себя именно путеводителями, светом и наставниками, а обращенных из язычества именовали находящимися во тьме младенцами и невеждами. Но ты имеешь образец сведения истины не в делах и не в заслугах, но в законе, полагаясь на него как изображение добродетели. Так и но, имея во себя царское изображение, сам ничего не списывает с него, но те, у которых нет его и не видя его, верно подражают ему. Итак, всякий учитель пишет и изображает в душах учеников познание добра и по тому саму истину. Если он осуществляет это и в деятельности, то будет совершен, в противном случае будет таким, каковы осуждаемые теперь апостолом. Некоторые под образом разумели образец сведения ненастоящий. Ты имеешь, говорит, познание и благочестие не истинное, но подделанное и прикрытое ложным видом. Вопросы? Игнать Тихонович, ну можно ли вот, как вы думаете, сравнить тогдашних надменных иудеев перед язычниками с сегодняшними православными, которые вот учат, а сами-то не соблюдают каноны-то? Да, как оно прямо, один к одному. Да. Все повторяется. Ну да, особенно старообрядцам, они никого не веют, кроме себя, сами ничего не знают. Римлянам, 2 глава, 21-24 стихи. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя, не красть крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотарствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Толкование. Излагает мысль свою в виде вопроса, пристыжая тех, которые хвалились, что они учители. Святотарством называют хищение, посвященное идолам. Ибо хотя они гнушались идолами, но обладаемые сребролюбием, коснулись посвященного идолам из постыдной корости. После этого излагает самую тяжкую вину, говоря, «Хвалишься законом, как превознесенный честью от Бога через закон. А преступлением закона бесчестишь Бога». Здесь три вины. Первая – иудеи бесчестят. Вторая – бесчесть от Бога, превознесшего их честью. И третья – бесчесть от Закона, нарушая его, тогда как он служил к их чести. Но дабы не подумали, что обвиняет иудеев сам, привел в обвинителя их пророка Исаию, выставляя две вины их. Ибо они не только сами оскорбляют Бога, но и других приводят к тому, не только не учат жить по закону, но и учат противному, учат хулить Бога, что противно закону. Ибо видящие их развращения говорят, «Этих ли должен любить Бог? Неужели Бог, любящий таковых, есть истинный Бог?» Пожалуйста, вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! – Нет вопросов. – Есть вопрос, есть. – Угу. – Ты экран, что-то у тебя залепило, какое-то добавление в беседу. Убери ее отсюда. – Сейчас тут просто просится человек один на занятия, я хочу его добавить, могу найти. – Так, давайте вогнайте. – Ради вас хулиться имя Божие у язычников. Вот пора это хотел рассказать. Это сплошь и рядом. Вот я сколько сейчас в сиатру ветки беседы, и прямо сплошняком все. А вот попы ездят на таких машинах, патриарх, кто другое. Все-таки какой огромный соблазн это. – Угу. – И вот мало кто говорит, вот сейчас сильно упирает на это, говорит Андрей Ткачев. Ну, он не договаривает, вот надо бы как-то его на меня вывести, кто-то бы познакомился им поближе, чтобы мы с ним побеседовали. Он видит, видит, что положение аховое, какие люди, сколько беды делают, и православные-то ничего не знают. Но он не говорит, что он в этом и виноват, что людей-то не привязал к Библии-то, а отвечает сам. Они даже не понимают, что делает не это. Так вот, был один человек, да не один, Иоанн Златоуст. Как он их, этих своих подданных, своих посетителей, сказать, прихожан выставлял? – Я не вижу в храме людей, – говорит он. – Я вижу стадо лошадей. Кучи навоза принесли разговорами своими. И вот был такой иероним Стридонский в католической церкви в западном мире. Там он посчитается, как у нас у православных, в восточной церкви, как и Анзлатоуст. И он перевел Библию на латынский язык, вульгата. Взял в общедоступном народном, ну, который они же знают латинский язык, там, сколько-то знают. И он написал один трактат о нравственности священства. Я даже знаю название его. Но просчитать мне его нигде не удалось. Отрывки считаю. И был, когда я в Жорданвиле, в Жорданвиле в Америке, спросил, а у них там есть? Они говорят, есть. Я говорю, почитать. Они его под замком держат. Он показал, какие священники и язычники этот его трактат о нравственности священства переписывали от руки. И от него, от Иеронима Стридонского, Святой Жором, как зовут они, отошли все друзья. Ты, мать, церковь раздел. Ты что сделал? Он говорит, я сказал то, что есть, что нетерпимо уже. Вот как. То есть такие люди всегда появлялись, говорили. Я испытал это, когда говоришь правду, что они сделали, но мне пришлось копать самую глубину, откуда-то идет. Я говорю, что на совести монашества два миллиарда мусульман, они могли бы быть все православными, если бы они учили. Вот какое дело. Все пока. Продолжаем. Послание к Римлянам, 2 глава, 25 стих. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Толкование. Так как обрезание было в большом уважении у иудеев, то не сказал о нем тотчас в начале, что обрезание излишне и бесполезно, но на словах допускает, а на деле отвергает его и говорит. Секундочку. Секундочку. Рада. Субтитры делал DimaTorzok Прошу прощения. Я согласен, что обрезание полезно, но тогда, когда исполняешь закон. Доказывает, что иудей не обрезан по сердцу. Два, разумеет, обрезания и два не обрезания. Одно наружное, а другое внутреннее. Именно. Обрезание наружное есть обрезание плотское, когда обрезывается кто по плоти. Обрезание духовное состоит в отвержении плотских страстей. И не обрезание плотское бывает тогда, когда кто остается не обрезанным по плоти. А не обрезание духовное бывает тогда, когда кто, имея языческую душу, нисколько не отсекает страстей. Мысль Павла такая. Если ты обрезан по плоти, но не выполняешь узаконенного, то ты еще не обрезанный. Не обрезанный по духу. Равным образом, кто не обрезан по плоти, но выполняет узаконенное, тот обрезанный по духу. Потому что у него отъятые плотские страсти. Вопросы? Ну опять же, здесь можно обрезание сравнить с нашим крещением. Один в один. То есть, обрезание, оно, ветхозаветнее, оно образно указывало на сегодняшнее крещение. Сегодня у любого подойдешь, особенно, ну вот, там, когда кого хоронят. Помолитесь или помяните. Первым делом спрашивают, крещеный? Ну, все, там у нас 80% так принята статистика крещеных, православных. Он спрашивает, заповеди соблюдал человек? В церковь ходил? Ну, простой вопрос. Ну, или даже просто, а верующий ли он? И уже человек приходит в замешательство. То есть, если бы он, язык не поворачивался, сказать, что верующий. Человек крещеный. А если бы верующий, то есть, он верил бы в то, что за неисполнение закона его Господь отправит в ад. Он бы, веря в это, соблюдал бы закон. А раз он не соблюдал, значит, он никакой не верующий. То есть, по духу необрезанной, страсти свои он, грехи свои он не оставил. Просто принял крещение и все. Как говорится, был сухой грешник, стал мокрый грешник. Да, еще и мокрый-то с натяжкой. То есть, один лоб помочили, да и все. Ни катехизации, ни оглашения, ни научения, ничего нет. Так же и в то время, такие же, ну, тогда были синагоги, то есть, их учили, учили правильно. И Христос говорит, все, что они говорят вам, книжники и фарисеи, соблюдайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. А что нужно делать? А нужно обрезать вот эти страсти плотские, оставить грехи. Плотские страсти, какие эти страсти? Ну, вот впереди говорится. Уча не прелюбодействуя, прелюбодействуешь. Говоря не кради, крадешь. Гнушаяся идолов, святотатствуешь. Прямо про сегодняшних православных, в кавычках православных, крещеные, все повторяется. Вопросы? Так, на двадцать шестом я остановился, подскажешь. Итак, если не обрезанный соблюдает постановление закона, то его не обрезание не вменится ли ему в обрезание? Не говорит, что не обрезание превосходит обрезание, ибо это слишком больно, но говорит, что вменится ему в обрезание. Поэтому истинно обрезание есть добрая деятельность, равным образом не обрезание есть худая деятельность. Заметь не сказал, если не обрезание сохранит закон, ибо вероятно предполагал такое возражение от кого-нибудь. Возможно ли, чтобы сохранил закон человек не обрезанный, когда самое бытие не обрезанным составляет нарушение закона? Как же выразился постановление закона, то есть постановление, выполнением которых думают оправдаться? Ибо обрезание не было делом, но страданием, претерпеваемым тем, кого обрезали. Почему и не может называться оправданием закона? Оно дано как знак, чтобы не смешивали иудеев с язычниками. Вопросы? Вот сейчас у нас тоже нельзя крестить попало. Повторите вопрос. В наше время крестить всех попало нельзя, получается? Крестить всех попало? Но если веры, то у него нет смысла какой. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вера на первом месте. Если он не верующий, и толку от этого окрещения. Он не спасется, потому что он не верит в то, что нужно заповеди соблюдать. А раз он в это не верит, то он их не соблюдает. А раз не соблюдает, то грешит. А возмездие за грех, смерть. Закон Божий. Он не может его нарушить. Он не может простить грешника просто так. Он может простить грешника, если он кается и в крещении омывает грехи свои. Тогда да. А если у него веры в это нет, и он принимает крещение не для того, чтобы оставить грехи, а почему сейчас креститься? Да спроси любого. Да. Потому что традиция хорошая. Это получается, опять же, все упирается в учение. не научен, получается, и крещение такое безобразное получается. Ну да. Да. Звые священники обманывают. То есть они... Для чего они делают это? Да ради гнусной корости. Потому что начни он сейчас учить. Вот. А кому что-то учиться? Ну, Кристина у него уже там... Кристина отмечать. А тут какое-то Евангелие. Да, традиция. Родился младенец. Что он не христиан будет расти? Дай-ка я покрещусь. Тоже у... Тоже у человека спрашивал. Ты крещеный? Да. Для чего крестился? Да, я как подумал, что я когда я уру, меня отпевать никто не будет. Я поэтому крещусь. Только ради этого. А заповеди крещения нету, просто вот как-то меня отпевать и не будут. У меня аж когда я урожа спросит, крещеный или не крещеный. А то, что он при этом пролеподействует, ворует, святотатствует... Никакого нет. Скажите, а вот в Ветхом Завете у них же было обрезание. Но они были научены прежде чем обрезаться или нет? Все-таки там же как-то до 8 дней, по-моему, да, было обрезание? Там как из этого выходить? Конечно, но родители-то верующие были. Тоже сказано, обрезание для чего? Для того, чтобы не смешивались с язычниками. Чтобы не смешиваться с язычниками. Конечно, 8 дней чего его научишь. Но родители-то посвящали его Богу, этого младенца. А раз его посвящали Богу, то они его и учили. Учить-то учили, а если человек не верит в это, сердце у него жестокое. В одно ухо улетело, в другое вылетело, внутри ничего не осталось, он не исполняет. И сами учителя ничего не исполняли. А вот еще что. Книжники и фарисеи. Христос говорит, что лицемеры, он все по наружности. То есть они славу от людей искали, а не от Бога. Чтобы люди думали, что они богобоязненны. А сегодня для чего крестятся-то, ну, тоже, наверное, какое-то славолюбие или ребенок. А как вы считаете, младенцев надо крестить все-таки? Она как раз дочерь взялась две недели назад. И вот я в раздумях. Ну, я еще раз говорю, что да, надо. Объясню почему. Потому что Ветхозаветное признание образно указывало на крещение. И раз в тех восемь дней обрезали, не научили ничего. Вот у баптистов они, младенцев, не крестят. Они ссылаются на то, что нужно к вере прийти. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. И этот место берут. А как он в восемь дней младенец? А какой вере может быть еще речи? И он ничего не понимает. Православные считают, что по вере родителей. То есть, если родители верующие, оба, и они обязуются перед Богом обучить его боговедению, рассказать этому младенцу о Боге, прочитать ему Евангелие, тогда есть смысл. А если родители сами, неверующие, в церковь не ходят, и заповеди не соблюдают, и учить ребенка ничему не собираются, то смысл в крещении нет никакого. Вы впереди считали, есть обрезание плотское, есть обрезание духовное. Если родители духовно не обрезаны, если сами во грехах живут, а чему они могут ребенка научить? Ребенок же будет понимать, что вы меня обманываете, вы учите не красть, а сами крадете. Учите не прелюбодействовать, а сами прелюбодействуете. Ребенок просто в родителях будет видеть ложецов, и он не будет им верить, скажет, какой у вас Бог-то? Чего вы мне впариваете, по-нашему сказать? Также сейчас толкование читаем, что священники-то учат, а сколько от язычников нареканий, от тех же мусульманов. Учат жить скромно, а у самого виллы такие. Учат нестержательности, а у самого часы ролик про патриарх, это все эти часы мурыжие. Дорогущие. Но таких дорогих машин, зачем все это надо? Поэтому детей крестить не надо, если родитель обещается его воспитывать в христианской вере. Получили ответ на свой вопрос? Идем дальше. 27-29 стих И не обрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала, не от людей, но от Бога. Толкование. Здесь ясно показывает, что разумеет два не обрезания. Одно естественное, а другое произвольное, бывающее, как сказано тогда, когда кто нисколько не отсекает плотских страстей. И два обрезания, одно по плоти, а другое в духе, обрезание сердца. Не обрезанный, говорит по природе, имеющий обрезание страстей через исполнение закона, то есть, как выше сказано, оправдание закона, осудит, то есть обвинит. Не обрезание, ибо говорить о нем было тяжко, но тебя, по наружности действительно обрезанного по плоти, но не обрезанного по сердцу, как преступника оправдания закона. Таким образом укоряет не обрезание, которое, по-видимому, уважает, но оскорбителя и преступника его. Потом доказав это, ясно определяет и то, кто есть истинный иудей, и дает разуметь, что иудеи все делали из тщеславия. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, но кто внутренне таков, который ничего не делает просто чувственно, но понимает духовно и субботы, и жертвы, и очищение. Когда говорит обрезание, которое в сердце по духу, то предлагает путь к христианскому образу жизни и показывает необходимость веры, ибо верование сердцем и духом имеет похвалу от Бога, испытующего сердца и ни о чем не судящего по плоти. Из всего следует, что везде нужна жизнь. Под именем необрезанного или язычника, разумеет, как и выше сказано, не идолопоклонника, но человека благочестивого и добродетельного, не соблюдающего, однако, иудейских обрядов. Вопросы, если есть, пожалуйста. Везде нужна жизнь, это как понять? Ну, я думаю, жизнь христианская везде нужна. В случае, если обрезанный или не обрезанный человек, крещённый или не крещённый, если он по-христиански не живёт, не заблюдает заповеди Христовы, то это ему никак. Вера без дел мертва, то есть мертвичина, скотомогильник в храме. Почему скотомогильник? Потому что Господь говорит, я пришёл к погибшим овцам израиля. Овцы кто? Ну, скотина, он их овцами называет. Поп-пастырь, овец православных. То есть он нас спасёт, мы овцы. Но мы мёртвые, мы по-христиански не живём. Поэтому жизни нет христианской. Ты обрезанный, крещённый, всё, это только из-за тщеславия делали. А жизни, то есть сердце у тебя не наполнено любовью к Богу, любовью к ближнему. Ты просто обряд совершил, ребёнка покрестил. Ты не думаешь вообще с ним в церковь ходить, не участвовать в таинстве. Зачем ты его крестил-то? А то чтобы люди... Ничего, ну вот он у меня... А что он у меня не христи будет, что ли? Пусть чтобы люди думали, что у меня ребёнок крещённый и всё. То есть ищут похвалы от людей, а от Бога-то не ищут. А Бог за что хвалит? За соблюдение, за жизнь христианскую, а не за то, что ты внешне какой-то обряд совершил. Нужна и жизнь христианская, и обряд. Но, если обряд несовершённый, то тут говорит, то есть если человек не обрезанный, но по закону поступает, он не осудит ли тебя, который хвалится, я обрезанный? Конечно, осудит. То есть обвинит этого человека. Потому что он-то жил по-христиански, а Бог будет судить по делам, которые человек делал, живя в теле, доброе или худое. Моя вера должна быть естественная. То есть христианская жизнь – это дела во Христе, да? Ну, рождение свыше сюда можно отнести? Ну, а если ты не родился свыше, то и дел-то у тебя в Духе Святом с любовью не будет. Потому что и мусульмане делают добрые дела, и язычники добрые дела делают. Но они не ради Бога делают, а опять же ради тщеславия, может быть, эти дела делают, чтобы люди их хвалили. Поэтому тут не делами человек спасается, но верою и делами. И не одной только верой спасается. Как сектанты. Я уверовал, я спасенный. Постов не соблюдает, церковь не ходит в истину, в блуде живет, я спасенный. Да какой же ты спасенный? Ну, вот гляди место Писания. Если мы ходим во свете, подобно как он во свете, вот ходим – это и есть же дела, это и есть же жизнь. Ну, ходить – это двигаться, ну, как говорится, движение – жизнь. Подобно как он во свете, то есть, как Христос. Христос сделал какие дела? Нужно смотреть на Христа, для этого нужно Писание изучать. Вероослышание – слышание от Слова Божьего. То есть, рождение Господь дает, тоже этапы есть. Вот эти благодати, благодати призывающие, обращающие, освящающие. Это же все жизнь христианская. А у нас, вот, в храмах этого, у нас нету нигде православия такого. Жить не дают. Только стоять и говорят, молиться – молиться, а слово молиться-то неправильно понимается, мне кажется. Как-то оно безжизненное все. Дух животворит, плод не пользует немало, говорит апостол. Но вот эти последние слова можешь растолковать. Что значит, плоть не пользует немало? Ну, совсем понятно. Плоть – это дела плоти. То есть, когда ты делаешь это ради плоти, а Дух, Дух животворит. Животворит человека, оживляет его Дух, Дух, Святой Дух, Утешитель, который у нас остался, которого нам Господь передал от Отца. Он животворит, то есть дает жизнь нам. Мы ходим Духом Святым в этой жизни. Он нам дает и рождение свыше, Он нас отыскивает, Он дает нам направление жизни, чтобы мы начали понимать что-то. Без Него бы мы ничего не понимали. Какими-то искорками в нашей жизни пробивается понятие того, что мы живем неправильно, нужно жить по-другому. А как по-другому? И вот Господь животворит нас, и мы потом понимаем, что это не жизнь была, это был ад, это была смерть какая-то, когда неверующими были. Вот я неверующий был когда-то, матерился, а потом уверовал, перестал материться и начал еще там в артели своих ребят гонять. Они начнут при мне материться, а я их гоняю. Они очень сильно на меня обижались за это. Ты же, говорит, вот только что матерился, а сейчас нас гоняешь наоборот. Я говорю, ну я теперь-то не матерюсь, и вы не материтесь, потому что Богу это не угодно. Вот Господь откуда, как дал этот Дух Святой мне понять, что это нужно делать. И жизнь началась, и прям почувствовал, что это жизнь настоящая, благоухающая. Кстати, потом еще Господь и чудо показал. Когда мы прибор переставляли, это такая громадина, там, ну, десяток, может, больше тонн. И там металлическая такая стена, ну, толстый металл, из восьмерка или пятерка миллиметров. И гульдозером дернули, а я под ним как раз находился. И он начал падать, этот стол, на меня. И все там около трактора как раз стояли, отошли, а меня не предупредили. И в этот момент он прямо надо мною повис, и стоял, пока я оттуда не выскочил. И все это видели, потом сказали, правду ты говоришь, что Бог есть, и ангелы-хранители. Я так удивился вообще. Тогда только-только я еще первые шаги к вере делал. Так, ну, продолжим. Послание к римлянам святого апостола Павла, третья глава, с первого по четвертые стихи. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек, а лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Толкование. Отринув все постановления закона словами, какое преимущество быть иудеем, видит естественно рождающееся возражение и предотвращает оное. Какое же это возражение? Следующее. Если в постановлениях тех нет немалой пользы, то для чего же, наконец, избран народ иудейский? Возражение это решает со свойственной ему мудростью. На словах соглашается и говорит, что великая польза иудею. А в доказательство это приводит не заслуги иудеев, но дарование Божие. Не сказал, что иудеи весьма превосходят прочие народы, потому что хорошо выполнили то-то и то-то, но что им, то есть иудеям, вверено Слово Божие, а это есть благодеяние Божие, а не превосходство их. Что значит вверено, дано, поручено. Бог признал иудеев достойными и потому верил им небесные откровения. Говоря так, внешне защищает их, но при всем том выставляет на вид новое обвинение, доказывая, что они не уверовали словам Божьим, которые служили к их чести. Но это обвинение представляет не от своего лица. Как бы так, говорит, какая польза иудеям от того, что они получили откровение Божие, когда они не уверовали Ему? Кажется, и это возражение решает, оправдывая не иудеев, но Бога. Если не уверовали, то от Бога ли это? Уже ли неверность их уничтожит, верность Божию, то есть порученное им откровение и благодеяние? Неверность иудеев не только не причиняет Богу никакого вреда, но, напротив, доказывает большое человеколюбие Его, потому что Он лишает благодеяния тех, которые в последствии бесчестят Его. видишь ли, как обвинил иудеев тем самым, чем они хвалились, то есть тем, что получили закон. Выше сказал, что не уверовали некоторые, между тем, оказываются неверными не некоторые, но все. Поэтому, чтобы не огорчить иудеев, премудро ведет речь и, оказавшаяся на опыте, излагает в виде предположения. Положен, говорит, что все были неверны. Что же из этого? И в этом случае Бог оправдывается. То есть, если рассудить и сравнить, что даровал Бог иудеям, и как они вели себя перед Ним, то праведность остается на стороне Бога, как и Давид говорит, Псалом 50, 6 стих. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. То есть, если не уверовали иудеи, то Бог-то верен остается своим законом, своим обещанием. И это ему никак никак на нем, на Боге не отражается, не верь, иудеев. Сережа, а ты помнишь у Достоевского братья Карамазовы, там великий инквизитор, который разрешил, разрешил, понижу планку, разрешил греха, и многие спасутся? Мне кажется, как раз это вот об этом говорит, что Господь не даст этого сделать, потому что он уже избрал то, что нужно, и дал закон. И теперь только по этому закону человек может оправдываться. Ну, а в данном случае пришел еще и Господь Иисус Христос, еще и показал, как нужно жить правильно. Первым прошел. Кровью доказал. Кто это не оправдывает сегодняшних вот руководителей церковных, ни одного. Ну, как митрополит Сергий говорил, что я спасаю церковь, вот этой декларацией 27-го года. Я спасаю церковь. Поэтому большевики, коммунисты, хорошая власть, она от Бога. Их радости, радости церкви, их печали и горести, печали горести и церкви. Ну, и так далее. Призывы на войну, на защиту этого советского отечества, и все звучали из их уст. Собирали деньги на танковые колонны, на эскадрильи истребителей, и так далее. Ну, и сейчас все продолжается, освящение. Крещение солдат, для того, чтобы они были устойчивы в боях. Освящение техники, оружия и так далее. Благословения везде. Решили пойти узким путем. Немножко погрешить, зато многих спасем. Ну, я, брат, не совсем уловлю, как это вот с этим местом связано. Немножко направь мысль нашу. Тот про преимущества иудеев. То есть, они-то увеличили за законом, что вот у нас закон, сами его не соблюдали. Митрополит Сергий, ну, как он предал, я считаю, церковь. Стал с безвожной властью сотрудничать. Как здесь взаимоценность? Здесь никакого предательства, лишь то, что иудеи предали Бога, что они так же, раз никто не уверовали в закон-то. Но об этом и говорится в конце, там же в конце толкования. Немножко опусти, Сережа, черным выделено последнее абзац. Ну, это уже следующее, мы его не читали. Да нет, нет, ну, выше подними, выше. Вот, гляди. Если не уверовали, то от Бога ли это? Уже ли неверность их уничтожит верность Божию? То есть поручено им откровение и благодеяние. То есть Господь им дал это уже все. И другим заменить нельзя, чем хотел заменить великий инквизитор. Но если только ты не помнишь, понятно, другой разговор. Нет, я помню. Я про инквизитор. Великий инквизитор Христа судит. И Христа, ты, говорит, твои праведники твои оказались гордецами, они хотя одни только спасаются, ну, их малая часть совсем. А я повысил планку, и теперь многие могут пройти, все, и теперь они, гляди, все в церкви здесь стоят, молятся у тебя. То есть тут же про это сказано. Иудеи-то то же самое думали. Что вот Бог их избрал, и они теперь могут по какой-то другой шкале проходить. Главное ненавидеть. Ненавидеть, главное, язычников. А ведь Господь не об этом сказал. Господь о праведности говорил. Оговорил о каменных сердцах, что надо менять, нужны плотяные сердца, любящие. Я-то про сегодняшний день вообще-то говорил, ну, иудеи, понятно, но нам-то сейчас интересует наша участь, наша участь. Вот Сергий начал это, ну, не Сергия началось еще раньше, но митрополит Сергий это закрепил, потому что ему помогла власть, это безбожная, сатанинская, коммунистическая. Ну, а сейчас-то продолжение идет еще хуже, потому что нету сатанинской власти. Можно общины создавать, решать эти, то, что Господь нам оставил, все эти вопросы решать духовно, занятия организовывать. Куда торопиться-то? Торопиться некуда, коммунизм не строим, спасаемся. Сели, внимательно прочитали все, даже можно там на год все литургии отложить. Ну, там ладно, одну в месяц, хорошо. За законом заниматься и заниматься. Никто не делает это, все только деньги собирают. Куда торопятся, непонятно. И теперь уже все это всем видно, не вооруженным глазом. Я уже поднимал вопрос этот, когда-то вот. Ну, вот сейчас Игорю могу задать. Что изменилось, когда до 2008 года на Ектинии вы произносили «А ежи избавите люди свои от безбожной власти, от мучительства безбожной власти». И когда уже РПСЗ, СМП стало каноническое общение, в частности, ваши две общины, да, каноническое общение. И все, убрали это место из Ектинии. Так характер власти-то изменился. До 2008 года она была безбожная, сейчас вопрос. Вот, гляди, отвечать, да? Да. Вот, гляди, в 2005 году только впервые у нас в нашей ипорхиальной газете вышла первая статья, Максим Епископ, он впервые чуть-чуть там одной строчкой сказал, что были гонения на церковь. Это 2005 год, посчитай, сколько лет прошло после 1991 года. Уже в 1991 году можно было в полный рост об этом говорить. И все люди говорили и печатали. В 1992 году кино «Чекист» вышло, всю правду рассказывают о большевиках, о коммунистах. А они только спохватились. В 2005 год только команда поступила. Можете помаленечку? И только в 2018 году в нашей же этой же ипорхиальной газете первый раз не снимок храма на передней полосе, на первой обложке был, и не епископ там, как всегда, или там улыбающиеся детки там в его окружении, а впервые показано, как митрополита Владимира Киевского матросы и солдаты ведут на расстрел. Это немыслимо просто для них. Вот они первый раз показали, что это было. Робкими шажками начинают выползать они из коммунистического этого гнета. Но дело все в том, что сребролюбие корень всех зол. Даже не страх, а сребролюбие. И они очень серебро любят. Почему-то непонятно почему. Ну так сделал сатана и Господь попустил. И поэтому в общем это для них даже страх не главное. Главное, чтобы не упустить деньги, свою прибыль, свою выгоду. Торговля везде остается, все эти немыслимые святотатства по платам за крещение, за отпевание и так далее, и так далее, и так далее. Все это остается. Откуда это взято все? Ну понятно немного? Если нету, ну Игнать Тихоновича спроси еще. Видишь, брат, власть, она осталась безбожной, но она прикрывается, она говорит о себе, что мы, она отрицает, что она безбожная, то есть она маску надела, а внутри они суть волки хищные, волки в овечьих шкурах. Еще страшнее может быть даже, потому что все думают, что они в истине, симфония с властью, власть, она, мы никого не гоним, у нас нету гонений на церковь, то есть мы лояльны к христианам. Те-то вон они что делали-то. Сережа, страшнее коммунизма будет только антихристовая власть. Нет, но я говорю, что страшнее волка, волк в овечьей шкуре, ты с этим согласен? Сережа, они не могут по-библейски быть волками в овечьей шкуре. Путин, он искренне молится, это однозначно, и крестится он искренне, как патриарх, видно, что он с него все примеры берет. Просто патриарх не тот. Патриарх был бы верующий такой, как Игнатихныч, и Путин бы с ним, с Игнатихнычем толковал бы все время, он бы другой был. Ну, как их друзей выбрал, таким и будешь. Поэтому, куда девать? Нет, Сережа, я не согласен, что ты говоришь, что эта власть страшнее, чем коммунистическая. Это ты не, ты архипелаг, ГУЛАГ просто не читал. Больше ничего тебе не могу сказать. Читай побольше и посмотри фильм «Чекист». Нет, я не с плотской стороны, а с духовной. То есть, обольщение больше от них. Ты же сам сейчас перед этим говорил, что планку-то они, ну, ты сказал, завысили, теперь каждый думает, что он спасается. Это же страшнее, чем такое явное гонение. Виталий, а вопрос так, ты хочешь, чтобы дальше продолжать молиться, чтобы Господь Россию нас избавил от вот этой вот безбожной власти? Нет, не, просто мое мнение, что характер власти абсолютно не изменился, тактика там какая-то изменилась по отношению к народу, к населению, а сам характер действительно безбожный, как была, так и осталась. Да, тактика изменилась, и неизвестно, что тогда было страшно, и сейчас люди-то ватт идут, если с этой с точки зрения, они обольщенные, они думают, что так и надо, пришел, отстоял, свечку купил, жизни-то христианской нет, а тогда, когда гонения были на христиан, кровь христиан, это семя христиан, ну, это всегда было, сегодня затишье, такое болото, тепло-хладность, разжиженная, все в достатке, как бы... Вот как раз про эту власть-то и говорил апостол Павел про сегодняшнюю, какая сегодняшняя. Начальник, он делает, для того поставлен, чтобы вы за добро платить добром, а зло наказывать, поэтому у него меч на правом ведре и так далее, это именно про эту власть, а коммунисты даже под эту власть никак под это определение не попадали, потому что они были, это был эксперимент сатаны для того, чтобы люди могли, верующие, ну, кто понимает, осознать, что будет при Антихристе, чтобы можно было проповедовать, чтобы можно было бодрствовать и молиться. За сегодняшнюю власть можно молиться, за коммунистов молиться, но никак невозможно, за Путина можно молиться, Господи, обрати его. Как можно молиться было за Ленина или за Сталина? Ну, можно было помолиться, обрати его, Господь, только он же и сам много знал, Ленин пятерки получал, этот, вообще в семинарии учился, Толбухин там учился, ну, там многие, Луначарский там, это все верующие люди были вокруг, и что, а сейчас Путин, он такой же, родился в безбожной семье, ничего не знал, тут за обращение в полный рост можно молиться за него или за Медведева, они, ну, нашего времени советского, когда полный атеизм был, они, может быть, что-то хотят еще, как можно сказать, что прикрылась власть или еще там в овечьей шкуре, да гонить, в овечьей шкуре это священники, вот да, про них апостол Павел говорит, власть, 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 свободы, а как гонений-то нету? никогда в России, чем сейчас, никогда, вы, просите меня, как гонений-то нету, ты попробуй, обличи там хоть кого-нибудь там, хоть мало-мальский там, скажи, что за торговлю, как Игнатий Тихонович говорит, сразу в черный список тебя заносят и клевечивают на тебя и все остальное прочее, иди, испытай, Гонения тут же придут к тебе. Правду, скажи. Это разве гонения? Вот Игнатихныча садили неоднократно. Вот это гонение. Убивали людей. А почему его садили, Игнатихныча? Потому что был 80-й год. Если бы он попал во времена Хрущева, его бы и убили. Просто не попал. Молодой еще был. А ты считаешь, что сестра наша в храм ее не пускает? Это не гонение? Мерзнет 4 года возле храма. Это разве не гонение? При поддержке власти. Что-то мы мягко перешли от власти к церковнослужителям. Причем есть церковнослужители, опять же. Мы-то говорим о власти. Вы что начали на церковь-то все сваливать? Да это еще не те гонения. Это не те гонения. Да гонения что? Типа гонений нет. Как нет? Все есть. Все на месте. Гонения тоже есть. Гонения, да. Но не в тех объемах. Это однозначно. Что там говорить? Гонения это когда гонения? Вон читайте про гекки, что было в 251 году, в 250. При Диоклетиане гонения, при коммунистах. Ну убивали просто даже за икону. Просто сказал ты, я христианин, тебя расстреляют. Как он, митрополита Владимира в 18 году. Даже помолиться не дали. Ну вот, братья, вот тогда все-таки при коммунистах всегда грех порицался. То есть всегда на парсобраниях, там если там, ну всегда вот как бы. А сегодня-то и свобода для благовестия, и свобода для греха такая же, понимаете? Все в равнозначном. Там и то, и то запрещали. Сегодня то, и то разрешено. И благовестие разрешено, и пропаганда нечестия разрешена. Понимаете? Сереж, ты что, с дуба что ли рухнул? Да коммунизм все белое сделал черным. А черное белым. Подумаешь, они там говорили. Ну и что, что говорили? Я что, этих судов товарищеских не знаю? Все сблудились. Все сблудились. А думаешь, аллилуйя, Светлана. Она что застрелилась? Потому что Сталин не просто гулял. У нее-то эти дачи были женщинами заполнены. Она все это узнала и застрелилась. Потому что она-то как раз и думала, что власть-то переменилась, теперь все святые. А Ленин, дедушка Ленин, что, святой был? Просто не говорили ничего. Любил пиво, сосиски и женщин. Только в Швейцарии. И так далее. Ну надо же немножко-то хоть читать. Совсем-то о коммунизме не знать. Ну прости, архипелаг ГУЛАГ, или прослушай хоть. Что, совсем-то дошли уже вдвоем. Может, это ты просто про демократов ничего не знаешь? Что, интернетом начитался? Так ты в интернете читай про коммунизм. Так, а коммунизм прошел. Что, в прошлом, нужно жить с сегодняшним? Брат, тебе конкретно вопрос задал. Власть изменилась? Она, что, она... Ну, конечно, изменилась. Что непонятного, что ли? Или при коммунизме жили, или сейчас. Я Библию вообще не мог достать. А сейчас ты Библию иди хоть сколько покупай. Вы что? Никто Слово Божьего не знал. Игнат Тихонович даже был в верующей семье. И только Богородица знала. Власть статья за гомосексуализм. А сейчас ее отменили. Что, она лучше свою лазь стала? Ну, она и должна что-то быть, потому что они же не веруют в Бога до конца. А те были гонителями христиан. Гонителями. Что непонятно-то, я не могу понять вас. Это тайна беззакония. Коммунисты это тайна беззакония, понимаешь? Вот то, что они эту тайну беззакония не до конца ее раскрыли, коммунизм этот, почему не осудили? В ГДР осудили, в Болгарии осудили, во всех странах практически. Везде были коммунисты запрещены. То есть начальствующие коммунисты, нельзя было им уже становиться во главе, где там каких-то организаций и так далее. И все это пожизненно. Некоторые даже заключения были там. А у нас все прошло спокойно, ни одного не осудили. Ни одного вертухая не осудили, который там людей в ГУЛАГе убивали, мордовали. То, что половинчатость власти, это понятно. Ну, таких гонений-то нету, вы что уж совсем-то. Ну, читайте немного, смотрите хоть что-то. Возьмите документальный фильм «Колыма», посмотрите, что было. Миллионами людей гнобили. Ну, что вы сейчас-то что-то сравниваете, непонятно. Конечно, власть изменилась. Кстати говоря, а вот процесс. А вот процесс, это недавно над свидетелями с дорожевой башней были. Посадили же людей. За веру, кстати говоря. Да ладно, перестань, кого там посадили, за что посадили-то вообще? Ну как? Откуда ты это берешь? Никого не посадили и уже давно отменили все. Как это? Ну, вот так. Ну, и где говорится? Покажи, что их посадили, там они сидят и их запретили и так далее. У них ничего не получилось. Там по каким-то другим вопросам все это. Там они шпионили и так далее. Как последние суки, мы дети, говорит, нашпионили. Коровьев, говорит, мастер и Маргарите. Там у них больше шпионов-то было, вот в чем дело. Американских, конечно. Так, час прошел. У кого есть вопросы, пожалуйста. Ну, давайте вот по этому вопросу, ваше мнение, Игнать Тихонович. По поводу власти. Вот Виталий задал вопрос о вашем мнении. Хотелось бы послушать, о чем мы тут рассуждали. Выразите вопрос свой. Виталий. Еще повтори вопрос, Игнать Тихонович. Это даже не вопрос. Просто у меня недоумение было. Была одна, ну, была вот эта, в Екатине был такой момент. А потом раз, ну, понятно, нужно было его убрать, потому что все, как бы, ну, соединились там, или там, каноническое общение с московской патриархией, убрали его. Вот, то есть, как бы механическим образом. А что было, то осталось. То есть, это же очевидно. Как бы, ну, не знаю, как к этому относиться. Ну, относиться как? Вот сегодня я с одним разговаривал, ролик выставили тут. Я сегодня выставил его. У человека везде какие-то препятствия. На одной работе работал врач. Подумал, что хорошо будет, если будет он, ну, там, с военными где-то. И там не заладилось. Я отвечаю на это ему, что у меня в жизни не было ни разу, чтобы я ушел с работы сам. Меня выгоняли. Ну, а то от меня уже не зависело. Начальник, который поставлен специально устраивать на работе, вернувшийся из заключения, Венц, Барнаулев, помилево, Евгений, майор. Он всех, говорит, устроил, вас не могу. Меня приняли только во вторую смену выходить-то. Я зашел, а мне кричит там отдел кадров на втором этаже. Зайди сюда, баптист. Он мне в окно как швырнул мою трудовую книжку. Забери полночь со двора. Ну, что сказать. Ну, и наработать надо. И вот сегодня сравнивать. Я скажу так. Меня спрашивают, а что, по-вашему, страшнее было? Ну, по периодам определенного времени. Когда начинаешь говорить, они еще не поминают, сразу начинают обвинять. А то коммунизм страшнее. Самое страшное было. И принес коммунизм вреда больше, может, сто крат, чем фашизм в Германии. Они давно уже восстали, а мы не можем. Потому что остались те же самые. На те же должности. Да повыше полезли. А у них там, как только война закончилась, абсолютно все взяты на учет. До единого человека старались найти. Если кто не приходит, значит, ему было известно, что за это будет. И определенные уроки. То есть, разфашистить, размонтировать их со взрослыми стали проводить, как в начале советской власти, ликбезы, ликвидации безграмотности. Так и им. Ну, вот первый из тех, ну, самый-то главный руководитель всей этой западной компании был Эйзенхауэр Дуайт. И он, один из генералов, пришел там, где он был, Майданек, или там Освенцим. И тогда после этого привел туда, пришел в окружение генералов показать. И после этого сказали, в окрестностях, в городе дать приказ, чтобы все сюда пришли. Люди не знали, что тут делается. И тогда сейчас показывают трупы. Трупы сталкивают бульдозером в яму, бульдозером. И люди выходят, носы зажимают. Жили рядом, ничего не знали. И чтобы они знали, скажут, этого не было. Ну, как не было? Нас тут заставили прийти, они увидели все. Живые люди, скелеты. Сколько один даже узнал по одежде своего там брата или кого. Снимали женщин волосы там, тонны, наверное, всего. Ну, а коммунизм-то ничего никому не показали. Он более опасен. Когда давали Нобелевскую премию немецкому писателю Аурелл фон Юхану, и он говорит, коммунизм при помощи справедливых, на первый взгляд, идей, умеют ловко прикрывать свои сатанинские намерения. Я дословно привожу. Что они сделали? Говорят Гитлер. Гитлер хоть одного дворянина тронул? Нет. А офицерства? Нет. Всех поднял их должность и пристроил. Помещиков, священников. Ни одного. Если против не были. Здесь только по архипелагу ГУЛАГ Кораблину, профессору, и имя пользуется Солженицын, 66 миллионов накрыло. Так это половина почти того только что еще было. Там никого не тронули. Пришел Гитлер к власти. Да, я беру этап, когда до войны было. До войны. Там они поздравительно Сталин ему посылает, Рейх, канцлеру Германии, Гитлеру, господину Гитлеру. Сейчас печатают. То, что Сталин посылал ему. Такой разрухи, такой инфляции, как у них, ни в одной стране никогда не было. Ну, если на одну марку мог покупать он там на неделю хлеба, то теперь одна марка стоила 3 миллиарда марок. Ну, понятно, что мусор. И он сумел поднять. И не просто поднять, а в передовую державу мира вывести. За короткое время. Всех обеспечил работой. Всех. Чтобы все побывали на самых лучших курортах мира. Почему за него так все держались до конца? Так отчаянно защищались? Они понимали, все кончилось. Царство рушится. Он так и назывался. 1000 Ерегес Раих. Тысячелетнее царство. Посуществовавшее 13 лет. Ну и, конечно, коммунисты остались на своих местах. С ними работы никакой не велю. Да. Вот такой-то, такой-то был Вавилов академик. Там он по культурам пшеницы со всего мира собирал. Его расстреляли. Его нету. И никого не судили. Ни одного вертухая, ни одного расстрельщика. Между собой они там грызлись. Ежов, там, Ягода, Берия там стреляли, расстреляли. Ну, а тех, которые, исполнители-то, ни один нигде не пострадал, получают пенсию повышенную. У них все взяли на учет. Свидетели вызвали там. Ну, один говорит, я не знал, я могу доказать. Я не поставлял туда бесплатный товар заключенных работать-то. Ну, и свидетели там какого-то лагеря. А его этого размотали, который был-то, и повесили тоже свидетели. Здесь ни одного не тронули. Все на своих местах. Там 12 человек виселица. С другим там он как этот, главный архитектор у Гитлера, 20 лет получил. 20 лет. Ну, не досидел, выпустили. А он вообще, ну, строил только, строил. Строил там все убежища, где он не воевал. ГПР! Вот взять, допустим, это, Рудольф Гесс. Это правая рука Гитлера. И он, никому не говоря, на самолет сел, а его и выпустили. Он всегда любил летать-то. И в Англию, там выбросился, самолет разбился. У него знакомый лорд был. И он хотел обезопасить Германию от второго фронта. И он высчитал, все, получится. А Гитлер узнал только, когда сказали, говорит, он улетел в Германию. Говорит, сумасшедший, он с ума сошел. Его там посадили, никуда не допустили. На Нюрнбельский процесс привели. И пожизненное, ну, пожалуйста, лагерь Шпандау. А он 93 года живет, не умирает. Ну, видимо, за день, как сын у него был на свиданке. И тут он повесился. В 93 года повесился. Ну, явно, что понятно, нет. А каждый день охрана, им разницы нет, 100 человек или 1. Работает предприятие-то. Ну, и закрыли лагерь. Здесь ни одного не тронули, никак. За эти репрессии. Ну, а бакуумов там, это еще как-то тронули. Вместе с Берия, там, деканозов там подхватили. Пятеро, кажется. Ну, и то никто не знает, за что и чего. Это между собой грызня была. А вот то, что было... За власть. Вот когда говорят, вот, невинные там эти маршалы, Сталин расстрелял, невинного ни одного не было. Особенно Тухачевский. Он же этих христианское восстание в Тамбове, газовой атакой своих травил там. Сколько там осталось в весах. И, наконец, его эта чума и коснулась. Самый винный, самый талантливый считался. Ну, и что сказать? Сказать, что мы это знаем. Только для знания. А дальше молиться. У нас ничего нет. Мы не можем ни голосовать. Наши руки опущены. Мы свой голос отдали за Христа. И там, конечно, произошло ощущение. Которые были... Ну, гитлеровцы, то другое. Их потом реабилитировать надо было, когда доказано было, что нет. А остальные не имели права никакую должность занимать. Прямо выносили, и все. Так что страшнее коммунизма будет только, вы говорили тут, только Антихрист. Но это тоже был урок. Много времени этому дали, но не все знают все материалы. Я вот сегодня еще раз все прослушал. Два ролика больших. Кто повесил все-таки Муссолини с его любовницей? Кто? Говорили партизаны. 17 человек. Оказывается, Черчилль. Уинстон направил спецкоманду. 17 человек, кажется. И они знали, где он примерно находится. Ну, и выволокли. И сегодня я прослушал про императора Франка. Вот. Какой он был умница. Как он предугадывал события. С Гитлером был вместе. Вместе, кажется. И не участвовал. Его на суд даже не вызвали. Никак. А дуще судили бы, конечно. Это диктатор? Он какой император? Диктатор Франка? Диктатор. Почему? Потому что навел порядок. Да, было преследования какие. Но при нем все и было так, как лучше не надо было. Что интересно. Гитлер встречался с ним когда. И говорит. Лучше бы мне вырвали, говорит, три зуба передних. Нежели еще одну беседу с Франкой. Он умел как-то обходить. Незначительный такой человек. И так вот вышел на арену. 40 лет у власти был. И заранее приготовил одного, который будет королем. И его поставили. Долго уже, за два года до смерти, только его обнародовал. И дальше показывает документальный фильм. Документальный, кажется. Млечен там ведет Леонид. Очень хорошо объясняет подробно. Ну и все. А как он сделал? Ну, он сказал, там были многие, которые хотели воевать. Не как-то против коммунистов. Не с Гитлером, а против коммунистов. Ну, он разрешил им, пускай. Они там четыре дивизии сформировали. А Франка посмотрел, говорит, да это много. На наш счет же будет. Мы там должны еду готовить. В одну дивизию сделать и так. Ну и самые отъявленные такие попали. И потом они воевали. Хуже некуда. А у них, главное, двойная пайка была. Одна немецкая, как положено, на фронте. А вторая, которая была из Испании. Испанская намного лучше была. Они ели, а то отдавали русским. И русские к ним хорошо относились. Голубая дивизия называлась. Да, Голубая дивизия. И в 43-м году уже тут, после Курской битвы-то, Франко вдруг дал указание вернуть всех домой-то. Ну, не все, конечно, вернулись. И все. И он нейтралитет сохранил до конца. И его не судили. Ну, конечно, было бедственно. Америка не... Там везде все запечатали. Бензина нет, хоть на дровах ездили. Но вот в 48-м году вовсю разгорелась холодная война. Холодная война-то. И сразу... Тогда Эдуард Эйзенхауэр был уже президентом-то. И он говорит, Испания нам нужна. И сразу изменили отношения. И она, Испания, казалось... Ну, у них же гражданская война прошла там. Советские-то помогали им. К слову сказать, советские помогали. А которые пошли испанцы, говорят, Так мы вот, раз они у нас воевали, мы против них повоюем. А детей там много, там 50, что ли, тысяч было. Потом как вернули. И вот здесь подробно все показывает. Прямо документально все. Документально. Говорит и сразу показывает, где выступает, где что. И он не участвовал. А тут сразу. Испания вошла в десятку самых благополучных стран Европы. В десятку. А чем он? А вот показывает на пляже. Где-то посмотреть прибыли нет. И один такой шустрый у них был. Его взяли, поставили министром по туризму. И он там раскрутил до самых королей 15 века. И все эти замки подремонтировали. На пляже показали. Ну и каждый пятый за рубежом, кажется, все прибывают сюда. И он одними этими поборами, средствами-то, которые брал с них-то, поднял всю промышленность, все остальное. Ну умный человек как. Он ничего не делал больше. Все знали, за чем едут. У нас тут наш один брат в зелененькой курточке сидит. В Испании был. Он отметился. Они сейчас там такие. И говорят один, другой, третий. Они подробно все разъясняют. Документально. Вот кое-что новое я там узнал. Думал, ничего нету. Нет, брат. Всегда найдешь что-то. И как он умер. И как хоронили его. Как он наладил отношения с папой. А папа-то уже не тот. Все им разрешают. А он еще держится за то, как мы за каноны. Ну а потом он, видимо, махнул рукой. Ладно уж, как будет. Лишь же с папой были вместе. Вот каково и дело. То вы рассуждали и тот, и другой. Это правильно. Ну, может быть, не с одной стороны захватили-то. Ну все. Вы прям миротворец. Спаси Христос. Слава Господу. Надо смотреть не предвзято. А просто реально как есть. Вот спорят о чем-то. Ну, это узнал. Один раз сказал, спорить не надо. Потому что сегодня ты, может быть, не договорил. А завтра увидишь, что именно так и будет. Мне, главное, говорят, вот сколько раз было. А вот он-то сказал на меня. Он сказал. Повторяю, я не пророк. Ну, так получилось, что я сказал. Сказал, говорю. Тут такой образованный. И семинарий закончил. Теперь в Румынию учишься. Ну, а за войну тебя убьют. Я еще в дороге еду, а мне уже сообщают, его убили. Леонов. Там дважды, кажется, олимпийский чемпион по кикбоксингу был. Все. А почему? Ехало у них какое-то там в виде газели. Ну, Рафик назывался. Говорит, у них не было оружия. Сейчас было оружие. Ну, и сверху там вертолет летел, ракетой ударил, и все погибли. Николай Леонов. Ну, у меня с ним беседы были по скайпу. Несколько бесед. И мне, а как вы знали, что убьют них? Как я не знал? Я знаю, взявший меч от меча погибнет. Сегодня Виталий, этот Виталий, говорю, Виктор скинул. Там называется Голубь. Это фамилия Голубь. Я там стал смотреть, там больше часа. Фильм поставлен, ну, адвентисты. Но до того непрофессиональные артисты, ни в одном месте нету, чтобы ты забылся, что это артисты. Ну, вот такое, когда смотришь даже фильм «Апостол», и там Евгений Миронов где-то, ты забываешь, что это фильм. Или вот фильм «Интервью с дьяволом». Артист же сидит, или дьявол думаешь. Ты забываешь, что это артист, это дьявол сидит. А здесь нет, вот они говорят, как поворачивается. Ну, видно, ну, вот как на сцене, когда играет, нарочничная. А они, ну, правильно, они, он терпел парень, осужден, что не пошел воевать. И дальше вернулся с туберкулезом и тут же умер дома. А ему 17 лет было арестовали. Как там, даже, ну, просто, ну, не так. Даже вот фильм «Поп», такой есть, такой «Поп», там как бьет его попа там сзади. А это даже ударит, и все видно наиграно, нарочно. У меня артисты как говорят и как дергаются, но артисты, артисты, то есть, войти в реальность я так и не смог. Досмотрел до конца. А вот, интервью с дьяволом-то, 12 минут, и я реально представляю, что он именно такой. Я вел компанию на небе, не говори, дальней стране. Ну, сами знаете, это компания. Ну, я нарушил все правила, и вот теперь я здесь, то есть, его сбросил Господь. Я уже не раз людей отсылал к этому. Хороший разговор у вас был. Я все слышал, рядом был. На, Тихонович, ну, согласитесь, что страшнее, вот, когда лягушку сначала в прохладную воду положат, ну, или в теплую, а потом постепенно нагревают, нагревают, вот это там, ну, в чем она сидит. Ну, и в итоге ее закипятят. Что происходит ныне? А когда были жесткие гонения, когда был огонь и меч, там-то уже, ну, враг, он вот виден, все понятно, как бы. А тут незаметно, из-под тяжка, так же заколают людей. Хорошо, Виталий, нам-то зачем это, по тяжка не из-под тяжка? У нас определенная четкая программа, водительство Духом Святым. И он нам говорит, Господь, нам разницы нет, в открытую они, не в открытую. Сегодня на меня один звонит и начинает, ты дождешься тебя, ты скажешь, зарежем тебя, мусульмане, вы ненавидите мусульман, тебе язык вырежем. А я нигде ничего не говорил против мусульман-то. Я говорю, в нашей книге написано, если кто-то будет говорить не так, мы или ангелы с неба, да будет анафия моим, проклятие. Я в вашей книге не трогаю. Вы сами смотрите себя, подходите под этот стих или нет. Но он меня задолбил. Угрозы, угрозы, угрозы. Да кажется, не один, да еще картавый, один да другой. Это вот эти беседы у меня последние с мусульманами, они ничего не могут ответить. А вы там с такими, которые ничего не знают. То есть задело их очень сильно. Задело, что они без дела остались. И вот теперь они вокруг меня такую свистопляску устроили. Я не отвечаю ни слова, ни одного. Ни одного звука не издаю. Мне зачем это нужно? Я делаю то, что есть сегодня, сколько бесед было с мусульманами прекрасно. Ты уходишь? Куда, скорби. Хорел? Ну вот так вот. Сейчас кого-то нету где-то, как-то кто-то был да ушел. Можно подумать, Игнатихич, если бы эти мусульмане были грамотные, что-то бы изменилось. Да. Просто они бы уже что-то затеяли и давно бы уже зарезали. Которые грамотные. А эти безграмотные, да? Они просто пукают. Я им показываю Коран. Вот это ваша книга, ваша. А что написано? Ничего не знают. На 200 человек ни одного не нашел. Не может прочитать по-арабски. А только по-арабски. А у вас перевод на русском на русском. Это нельзя считать. Это неправильно. То есть, ну как старообрядцы. Вот старообрядцы, и вот только так. Вот нужно 6-8 часов стоять. А что стоял, он вообще ничего не знает. А какой? Ну, храм называется там во имя покрова Богородия. Или что-то такое. Спрашиваю, что событие означает? Стоят молодые и не могут ответить ничего. Не знают. То есть, заставлять-то нас никто не заставит. То есть, я каждый день учусь, учусь, как будто ничего никогда не слышал. Сергей Павлович читает утрами-то. Я даже боюсь отойти. Прослушаю, как он читает. Где-то неправильно сказал. Вот все. И стихотворение. Я только в конце узнаю, что это мое. Слушаю и не могу признать. Вот так. Все там у вас. Еще время есть. Что-то, Виталий, ты там одну о семье там ставил, и больше ничего у тебя не идет. Да не, Игнатик, я кое-что сделаю. Но у меня тут, я за отцом хожу. Тут у меня навалилось. Навалилось. Я это знаю. Ну, что за отцом ходить? Не будешь сидеть все время-то? Еще надо, подал там ему и дальше работай. Вот начинает, я к одной приехал тут. Ну, я с мужем сидел в тюрьме. Север, Владимир Митрофанович. А у нее теперь ее брат. Мы разговариваем, она даже вот до порога не отойти. Ну, он из ума выживший сидит. Ну, он сидит. Ну, даже если он упадет какой-то. Нет прям вот это, теперь показать, какие мы добрые, какие мы любящие, то другое. Парализован. Да накормил, сухо, все. Вот дети кричат. У нас вот Устина у Володи. Ну, моей сестре женатый. Ну, ребятишки, это любая мать же, она трогается. Она сунется, а он ее не пускает и говорит, не надо. Она сухая лежит. Ребенок сухой, сухой, накормленный, все. Они покричат и перестали плакать дети. Все перестали. Вот это в любом месте так. Просто у нас, ну, мытарства были. Он все-таки настоял, чтобы я его забрал из этой, ну, с больницы, с реанимацией. Сейчас он дома. Ну, ты река, кстати, посмотри, надо ли давать. Ты что сделаешь? Я не даю там побочные эффекты, вплоть до летального исхода. Лечат тромбоз, а побочный эффект тромбоз. Ну, как это? Здравый смысл вообще есть. Сейчас, сейчас вот что. Приехал профессор один, академик там с Германии. Ну, и узнал тут, как лечат от инфарктов-то. Он говорит, они не лечат, а колечат. У вас, говорит, вообще лечения нету. Ну, дают таблетки, расширился сосуд. На бляшке, которая нарастит, они там. И в трубу-то кровь-то не проходит. Так, поэтому давление повышается, чтобы протолкнуть через уменьшившийся размер трубы. А мы, говорит, на молекулярном образе, говорит, все это сделали. Запускают что-то человеку, и оно медленно расщепляет их эти бляшки, наросшие это. И сосуды очищает. А у вас, говорит, вообще не работает. Они там лет 30 отдали на это. Пока все это, ну, сейчас у них это уже массово лечат. Притом раз и навсегда. А тут таблетками, таблетками, таблетками. Вот этот Франко, ему, говорит, столько таблеток давали. И он многовенно начал стареть и все, горстями, говорит, ел. Я благодарю Бога, что мне это Бог открыл. Я ни одной таблетки не съел. Да кот он летальный. Ну, сколько, может, не летал-то, кончится когда-то. Чего продлять-то? Ты не продляй, а говори, воля твоя добудет господи. Накормлено достаточно. Конечно, если кровотечение какое-то, там перевязать, перетянуть. А он, эта болезнь внутренняя, ты ничего не сделаешь. На минуту, а дальше ничего нет, кроме расходов. Это они болезни могли бы давно вылечить, а так нет. Он свое отработал организм. Но с какого года, Виктор-то? Он 42-й, Игнатих. Ну, он на 3 года моложе меня. Я его жизнь-то не знаю, как он жил. Курил? Ну, он, да, но не так сильно, но покурил. Он пил, короче, прям жестко. Курил, а теперь давайте продрим ему жизнь. Под 80 лет человеку. Как угодно Богу, так и будет. Сухой, накормленный, из-под него убрали, чтобы пролежи не было. Все. Не надо никакого лекарства. Не порти его. Ты ничего ему не поможешь. Ты продаешь его мучения только. Старайся с ним молиться. Он болеет, а я около него толкусь, ничего не могу делать. Ну, еще бы как малахольная. Ты работай. Ты обиходил, накормил, накормил, все. Больше ничего нет. А он где-то падает, привяжи, чтобы не падал. Привяжи. В Америке везде это делают. Человек полностью привязанный лежит. И ничего. И они привязанного переворачивают. Раз, так, кровать переворачивают. Ну, которая без ножек-то. И у жены жить на животе. А нам надо его ворочать, поднимать. Ну, приспособимся. У меня у Надежды Васильевны, у жены, мать заболела. Ну, как-то заболела-то так. Теща моя. Вызвали врача. А они дали ей, как говорится, как щенка усыпили. Она больше не проснулась. Ой-ой-ой, теперь заохали. Да зачем же вызывали? Я же говорил. После 60 лет забудьте про врачей. Организм изношенный. А новое даст Господь другое время. Машина полностью израсходовала себя. Детали стерлись. Цепи порвались. И что теперь ремонтировать? Веревочками завязывать? Покупай новую. А эту металлолом сдай. Так и организм. Этот зарой новый восстанет. Вот Саня же говорит, вроде я какой-то... Людоед. Наш отец, Тихон Дмитриевич, он не принимал ничего, таблетки. Ну что, я знаю, что там болеет и все. Выпивал? Да, выпивал. Ну, тем более это еще. Так у него организм-то не такой был. Крепкий. Безрукий там. Вот пришло время, все. Он у Лискова, мы, Володя, считали это. Где он ушел? Когда мужик-то лежал, помирал-то, ему зашел, говорит, а ты что лежишь, куда-то помирать? Так ты откуда? С поля пришел. Ничего не болеет, ничего. Лег и лежит. А он врач. Помочь. Да не надо, я помирать лег. И вообще не болеет ничего. Он чувствует смерть. Я, говорит, пока с кем-то разговаривал. Говорит, слышу, пришли, говорит, помер. Что болит? Ничего не болит. Я просто помирать лег. Вот как умели помирать. Тихо и безмятежно. Безболезненно. Один рассказывает, рассказ такой, все время просил ангела своего. Видел ангела и говорит, вот как бы я безболезненно, чтобы умереть-то. Вот об этом молимся, а я все равно боюсь. Ну, когда я ему сказал так, ангел говорит, ну ты обернись назад. Он обернулся и смотрит, а там кто-то лежит. А он говорит, да это тело твое уже умерло. А ты уже вышел из тела, а теперь только душа одна рядом идет. Кстати, у меня был разговор рядом, там с отцом лежал мужик. Он говорит, да, я, говорит, выходил недавно, ну из тела, посмотрел себя со стороны, видел, что как-то. Да. Потом вернулся. И он говорит, там все не так, все, что мы сейчас говорим, это все не то, там все не так, он говорит. Да. У нас даже один парень молодой, 15-летний погиб. И он перед смертью, а не болел, ничего, потому что речь шла об аварии, он и не знал, совершенно здоровый. И матери говорит, а она мне передала, и говорит, он говорит, мама, а там все совсем не так, как мы здесь думаем. Я с одним разговаривал, он где-то в шахте заваленный был, в клинической смерти, он говорит, вот у нас воробей и павлин. Да вот наш павлин там, как воробей. Настолько все прекрасно, глаз не видел, уха не слышала. Какое пение. Ради этого, как Серафим Саровский говорит, стоит, стоит, хотя бы вся комната из одних червей была, и все бы нас прогрызали во всех направлениях, ну немножко-то можно, хотя бы лет сто помущиться-то ради вечности. Надо научиться делать обратный счет, обратный, ну сколько жить, вот, так вот, заключенные делают, дали 10 лет. Он день отсидел только и говорит, осталось 9 лет, 364 дня, и 363 уменьшается, в обратный счет идет. Я считал, все, у меня все кончилось, при большей крепости 80, из чего дальше-то я живу, сам не знаю. Да главная смерть это совсем, как будто я ее нету. Так, живу свободно. Ну что, хлопцы, наверное, уже выехали мы, 37 минут. Давай, братан, распускай. Многое лето вам, Игнатик Игорьевич. Да спаси Христос, вот, братья. Аллилуйя. Помолимся. Достойно есть я кого истину, блажит Тетя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога Нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерафием, без исцеления Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебе величаем. Сергей Астахов, пускай помолится. Следующий. Благодарим Тебя, Господи, кто собрал нас на эти занятия, что дал нам Твоим Духом понятие, как жить, как себя вести, чтобы к Тебе прийти, почувствовать и понять Тебя. Вот. Слава Христу. Распусти нас с миром. Спаси Христос. Аминь. В конце говорят Аминь, чтобы другие могли сказать, то есть истина так да будет, и тогда молитва бывает общая. Аминь. Всего хорошего. Аминь. Спаси Христос с Богом. Аминь. Спаси Христос с Богом. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Продолжение следует...